Мы ухаживаем как можем, подъезд чистенький, замазываем эти трещины, но вы понимаете, если он трескается, слышно, как он пополам разрывается. Эта история тянется еще со времен перестройки, когда двухэтажку в поселке Толево и Бюро технической инвентаризации впервые признало ветхой, но она до сих пор стоит. За эти годы люди не раз уже собирали документы, доказывающие, что жить здесь нельзя. В последний раз заявку на расселение отправили 4 года назад, но в программу расселения до конца 2015 года так и не попали. Вникнуть в проблемы отдельно взятого дома профильные департаменты городской администрации и представители уполномоченного по правам человека собрались на воизном совещании. На сегодняшний день мы имеем 15-й год, 4 года прошло, люди продолжают проживать, а их нежилищные условия, вы сами все это видели прекрасно, ухудшаются. По закону сносить дом, не попавший в программу расселения, нельзя. Жители с этим не согласны и готовы идти в суд. В администрации железнодорожного района не только не возражают, но и готовы оказать юридическую поддержку. Профильные ведомства стараются помочь людям, чтобы совместно найти пути решения проблемы. Если с точки зрения правовой, то гражданам было разъяснено о том, что они вправе обратиться в суд с жалобой на нормативный акт, который был принят, то есть об отмене постановления, которое будет принято, как было здесь сказано, на 16-й год, потому что последнее постановление о продлении срока расселения было до 31 декабря 2015 года. Пока решаются юридические вопросы по переселению, необходимо тщательно контролировать техническое состояние дома и принимать все возможные мероприятия по его сохранению, пока все жители отсюда не съедут. Мариана Мирная, Константин Головин. События.